Продолжаем программу Утренний город. 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 Да, совершенно верно. Конечно, я очень сильно переживал, и те люди, с кем я общался здесь перед отъездом, и приехав туда, конечно, я не был уверен, как дальше сложится жизнь. Ничего греха таить, что это сам переезд дался мне очень, в общем-то, непросто. Имея разрешение в течение уже четырех лет, я не решался на то, чтобы уехать. Но так уж сложилось, так получилось, и я оказался в Америке. И я очень благодарен своей судьбе, что она свела меня с моими друзьями, с людьми, которых я очень хорошо знал еще в Одессе. В первую очередь, это Саша Краснопольский, с которым мы проработали на телевидении до его отъезда год. Мы делали совместные сюжеты и рекламную продукцию кое-какую, весьма заметную. Ну и Лева Котляр, с которым я в то время общался мало, он как бы был немножечко на расстоянии, он человек театральный, немножечко из другого круга для меня. Но, тем не менее, мы были знакомы. И вот, встретившись уже в Америке, я очень благодарен им, что они меня пригласили в свой коллектив. Для меня это был как бы переход из одной творческой среды, с которой я был связан последние годы, в другую, такую же, не менее творческую. В данном случае я имею в виду творческий коллектив «Маски-шоу», с которым меня связывает и дружба, и, я могу сказать, многолетнее сотрудничество, более трех лет. Вот. И я оказался среди таких же творческих людей, но уже в Америке. То есть, по большому счету, для меня ничего не изменилось. То есть, можно считать, что ты оказался тем самым человеком, который оказался в нужный момент, на нужном месте. Это же ведь залог жизненного успеха, как бы, да? Вот именно так оказаться. Саша, а что представляет собой вот «Блинком видео»? Это что? Это производящая просто компания? Это вещательная корпорация? Что это такое? Тем более, что, насколько я знаю, еще до этого было русское телевидение какое-то в Соединенных Штатах? Да, я могу в двух словах рассказать, что собой представляет русское телевидение в Америке. Я думаю, что двух не получится, но в трех-пяти. Ну, в трех-пяти. Вот. Русское телевидение в Америке – это один из примерно 150 кабельных каналов. Единственное, что этот канал никак… Я, в общем-то, знаю структуру, естественно, одесского телевидения или телевидения вообще на Украине. Вот. Кабельное телевидение в Америке – это мощная система, очень мощная. Даже там существует несколько компаний, которые занимаются кабельными сетями. То есть, это несколько кабельных, как бы, телевидений. В каждом регионе Америки есть свое. И есть, тем не менее, общенациональное, как бы, кабельное телевидение. Так вот, русское телевидение в Америке – это один из каналов общенационального вещания. То есть, то, что создается, скажем, в Нью-Йорке на русском телевидении, это видят жители почти всех штатов Америки. Почти всех. Не всех, но большинства. Поэтому вес, как бы, этого кабельного канала достаточно серьезен. Да, да, конечно. Ну и конкуренция велика, да, с точки зрения качества продукции? Да. Цены на рекламу и так далее. Совершенно верно. Значит, тем не менее, проблемы у этого канала огромные. Вот. Как это ни странно, им владеют и сегодня, в том числе, не русские, а итальянцы. И итальянцев, как мне кажется, наши русские, российские, украинские проблемы и так далее, не сильно волнуют. И, может быть, поэтому этот канал переживает, русский канал переживает, в общем-то, какие-то там взлеты, падения. В общем, происходит, в общем-то, очень много сложных и непонятных порой даже, на первый взгляд, людям коллизий. Вот. А аудитория у этого канала, в общем-то, это много пожилых людей наших, которые приехали и живут там. И для них это окно в мир. Потому что они не вжились настолько в американскую среду, они не имеют, не знают язык в той мере, чтобы смотреть другие каналы. И для них это окошко в мир. И вот, представляете, этим людям вдруг это окошко обрывается. Это страшно и очень больно за этих людей. Вот. Ну, не только, конечно, на пожилых людей рассчитан канал. Там много молодежи. Вот сейчас вот раскручивается мощная молодежная программа. Вот. Вот что такое русское телевидение там. А с точки зрения технического и технологического обеспечения, что это такое? Техническое и технологическое обеспечение вполне достойное, поскольку это все-таки Америка. Поэтому это оборудование класса Bitacam Digital S, то есть вещательное. Я просто вот как человек технический вижу оснащение вашей студии. И я не считаю, что она достаточно, в общем-то, неплохо оснащена. Для нас. Для нас. Но, тем не менее, это уровень ниже, чем тот, который присутствует на вещательном канале. Ну, если соотнести, так сказать, материальное процветание Соединенных Штатов и сегодняшнее положение Украины, я думаю, что это как бы отражает ситуацию. Вопрос сложный, конечно. Я в свое время, еще будучи здесь и работая в областной комиссии по лицензированию телевизионных каналов, я ставил свою целью, в общем-то, вытаскивать и приближать уровень одесского телевидения, технический уровень, к тому, что требует технология современного телевизионного вещания. Я был против того, чтобы с ВИЧ, с магнитофона шло вещание в эфир. Это неправильно, этого не должно быть, конечно. Но деньги, жизнь и так далее вносят свои коррективы. Просто этот уровень не является, по большому счету, уровнем телевизионного вещания. Безусловно, профессионального. Но ведь многое определяется теми деньгами, которые вложены в то или иное телевидение. А телевидение – это дорогая игрушка, говорят, что это игрушка очень богатых людей. Ну, что же делать? Мы находимся в тех реалиях, которые сегодня существуют. Саша, а тяжело ли на телевидении зарабатываются деньги в Америке? Вот на русском телевидении, в частности. Да. Я вам скажу так, что приехав в Америку, но я, может быть, был к этому готов, работать приходится 20 часов, как вот мои коллеги сказали в прошлой передаче, 20 часов из 24. И мы непрерывно находимся в работе, в творческом процессе, и не только в творческом процессе. Вот. То есть у нас иначе нельзя. Иначе просто нельзя. Конкуренцию не выдержите просто? Пожалуй, что так. Конкуренция потом… Дело в том, что мы не можем иметь большой штат. Это дорого. В Америке платят немножечко другие деньги за работу и в телевидении, и в том числе. И поэтому любая студия, любой, ну, скажем, любой бизнес, любое производство не может содержать огромное количество людей, как это, в общем-то, принято, еще до сих пор здесь. Поэтому каждый человек вынужден, ну, иметь несколько профессий. Слава Богу, у меня в этом плане тоже, как бы, есть какой-то потенциал. То есть практически весь срез телевизионных профессий этот очень… Ну, очень близок, да. Конечно, нельзя быть профессионалом во всех видах деятельности, но… Для того, чтобы подхватить можно. Ну, а подхватить и как-то это все дело на каком-то таком уровне и вести, это, наверное, есть. Поэтому работать действительно очень тяжело. Я немножечко еще хочу ответить на предыдущий ваш вопрос, потому что я, как бы, рассказал немножко о русском телевидении, но не рассказал о нашем месте, скажем так. Да, пожалуйста. Так вот, мы являемся, являемся одной из немногих производящих студий для русского телевидения. То есть мы готовим в основном рекламную продукцию, мы готовим сюжеты для различных программ, в том числе и новостевых. Вот. И сейчас у нас уже поступило предложение, мы активно этим занимаемся. Мы готовим пилоты для своей собственной телевизионной программы. Вот. Это будет программа «Льва Котлера» и Александра Краснопольского. Вот. И я надеюсь, что это будет очень хорошая программа, так хочется. Ну, по крайней мере, потенциал такой, что мы ее не должны сделать плохой. Ну, я не уверен, что все наши зрители знают телевизионный сленг. И киношные пилоты — это, так сказать, не водители самолетов. Это, как бы, первый вариант программы, которая еще не доходит до зрителей в таком виде, но дает о ней полное представление, что это такое. И вот, говоря об этих пилотах, я хотел бы сразу спросить. Вот, творческая, так сказать, сторона вопроса. Судя по тому, что «Блинком видео» — это то, что базируется на творчестве двух прекрасных актеров, это что, что-то похожее на то, что мы имеем в Одессе, ну, не только в Одессе, на просторах Большего Союза, в виде городка Ильи Олейникова и Юрия Стояновой? Или что это такое? Я не смог спросить, не хватило времени об этом «Льва и Александра». Вы понимаете, мне кажется, как любые творческие люди, никто друг друга копировать не собирается. Ну, разумеется. Не может быть второго «Джентльмен-шоу», не может быть второго «Городка» и так далее. Естественно. Тем более у таких действительно замечательных актеров, как Саша и Лёва. Это люди, обладая той самобытностью, которая присуща только им и только им. Вот, поэтому эта программа, мне кажется, будет именно их авторской программой. Она сатирическая, разумеется. Да, это юмористическая. Сатир, мне кажется, это немножечко другое. Это действительно юмор в хорошем смысле этого слова. Вот, это будет хорошая развлекательная программа, которая будет, мне так кажется, интересна широкому кругу людей, как в Америке, так, я думаю, и здесь. Ну, вот очень интересно было бы посмотреть ее именно здесь. Нам любопытно было бы. Как вы думаете, это реально, что зрители вот нашей программы, ну, разумеется, с разрешения, благословения, вас и Александра с Львом смогут это посмотреть? Реально ли нам какой-то контакт? Ну, вы видите, вот, мы стараемся не терять связи со своей родиной, с нашим родным городом. И я надеюсь, что мы не в последний раз здесь. И в следующий раз мы, наверное, привезем вот свои кассеты уже с этой программой. Мне так хочется верить, что так будет. — Саша, вот чисто человеческий, как бы, вопрос. Вы первый раз после отъезда здесь, да? — Да. — Вот что вы испытали, ступив снова на Одесскую землю после этого? Какие чувства? — Вы знаете, вот, ну, это, может быть, банально, конечно, звучит, но когда самолет вот коснулся колесами вот земли, вот что-то у меня тут вот, знаете, вот… — Ёкнуло. — Ёкнуло, как говорится, да. — Действительно, я родился в Одессе, и я считаю, что это мой родной город, и он будет всегда, это так, конечно. И мне очень приятно видеть те небольшие изменения, которые происходят в городе, когда вот что-то где-то, я вижу, строится. Вот я смотрю, допустим, где был цветочный базар, там что-то такое, вот появляются новые памятники, как, например, в сквере Кирова. И так далее. Это меня удивляет, это здорово, что все-таки в Одессе что-то происходит, что здесь не… ну, в общем-то, есть движение какое-то вперед. Я разговаривал с одним из одесских журналистов уже, и он сказал, мое ощущение, что в городе сегодня есть какая-то тенденция к улучшению. Все-таки не… мы идем не внизу-вверх. Я согласен, я это вижу. Ну, замечательно. Мне кажется, что вот это то самое ощущение, которое вам не изменяет. У нас тоже есть немножко такое ощущение, хотя темпы, к сожалению, не такие, как хотелось бы, но это, наверное, нормально, поскольку все, что этому предшествовало, продолжалось столько десятилетий, что улучшение не может происходить слишком уж быстрыми темпами. Сашек, большое спасибо за эту встречу. Мне было очень приятно с вами пообщаться спустя столько лет, и действительно за нашими с вами общими плечами кое-что действительно и общее есть в делах телевизионных. Мы желаем вам удачи в вашем там непростом тоже житье-бытие. Спасибо. И надеемся, что наши встречи в Одессе будут продолжены. Спасибо. Спасибо, удачи. Спасибо, всего хорошего. Сегодня гостем программы «Утренний город» был Александр Арбит, телевизионный режиссер, оператор, монтажер и прочее, и прочее, и прочее. Ну, все то, что человек в условиях телевидения минимальными средствами просто обязан это делать. Удачи, и мы продолжаем программу «Утренний город». 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 Удачи, и мы продолжаем программу «Утренний город».